Слово еще не дело. Две карагандинки договорились о передаче недвижимости, но документальный переход жилья в собственность они так и не оформили. Спустя 13 лет объявились старые хозяева и претендуют на владение квадратными метрами. Историю неподеленной квартиры узнала наш корреспондент. Татьяна Артамонова в этом доме в 13 микрорайоне Майкудука живет уже 13 лет. Женщина заселилась в двухкомнатную квартиру в 2002 году. Ее они получили от соседки. В 2000-е эта квартира была практически бесхозной. Прежние хозяева переехали в сортировку. Поэтому старая хозяйка передала квартиру матери Татьяны Артамоновой. Дочка с матерью оплатили долги, сделали ремонт, продолжали жить в ней. Но счастье было недолгим. Недавно объявились старые владельцы жилплощади. Теперь за квадратные метры начались судебные разбирательства. Она ей обещала оформить квартиру. Она все время говорила, не переживайте, квартиру я у вас не заберу. В 13 лет, как мама поселилась в этой квартире, мы сделали ремонт, поменяли все. Там невозможно было в ее квартире. Она держала и кроликов, и перепелок. Мы полностью навели порядок, чтобы можно было действительно жить. Старая хозяйка передала квартиру матери Татьяны Артамоновой безвозмездно. Одно только но. Документы на новых жильцов нотариально оформлены не были. Две бабушки договорились о заселении на словах. Сейчас здесь живут Татьяна и ее сын. Совсем недавно матери женщины не стало. Теперь я остался один. Идти мне некуда. У меня полная квартира вещей. Я не знаю, что мне делать. Я уже устал так жить. Комментировать свою позицию вторая сторона. Старые хозяева квартиры отказались. В таких случаях юристы рекомендуют оформлять передачу имущества жилья документально. Все должно быть нотариально заверено. Составлять какие-либо письменные документы. Либо в основном это удостоверять. Удостоверять нотариально. На сегодня уже прошло 4 суда. Стороны продолжат разбирательство. Отстоять жилье в судебном порядке есть возможность у обеих сторон. Рустам Бараев, Владимир Ванюк, 5 канал.